Ну и неплохого прокастна ЛС забанили Дроу Рейнджер Решили не рисковать, потому что уже было два ржавика Уже была венга со своей прекрасной аурой И дэмэж был бы не маленький Били бы ребята больно И бы получилось так, что команда БСБС бы могла бы И убивать героев быстро, и при этом пушить товара за счет Фамильяров плюс Дроу Рейнджер Ну и БСБС понимает Для чего был пикнут Лайкан Что он будет на карте делать На второй стадии, по сути, забанили двух оффлейнеров Которые еще по совместительству являются прекрасными пушерами Это бру, да, это Нечис Профит На ЛС В принципе, не стояли перед какими-то рамками Забанили Шторм Спирита и Дроу Рейнджер Не верит, что отправится пак в мид Вот с появлением Вайпера я так не думаю Пак против Вайпера стоит неплохо Это Шепшифт Это и Арба Там много способов, как улететь от Вайпера И как не попасть Сказать, вот те атаки команды ЛС Сограм Хотя есть немаленькая вероятность, что все же Лайкан пойдет в мид Вайпера будут фармить И в перспективе Вайпера можно будет оставлять одного А Огр со своим вторым саппортом будут вылазить На мид и на сложную линию Помощь своим тиммейтам Наверное, этот вариант самый неплохой Потому что Вайпер толстый Вайпер с коротким скином Ну и конечно будет фармиться какая-то мека То есть Героя оставлять одного можно Ничего там с ним не случится Если прям вся команда БСБС не придет В атаку Ну и задумались Греки, кого же взять еще Действительно Дрорейнджер Может быть и была в планах И Спартан угадался тем баном Потому что очень долго думают БС Меньше минуты остается Надо уже постепенно Принимать решение Иначе не останется дополнительного времени На следующие пики А там пики на Последней стадии На самом деле Поважнее Могут быть Но пока В плане Драфта ЛС посильнее выглядят Это толстые персонажи Это потенциал пуша Неплохой прокаст Ну вот БСБС берут Одного визажа Да Была Дрорейнджер в планах Не стоит сомневаться в этом Взяли одного визажа Вот так вот Решили просто с одним визажом Поиграть Ну посмотрим Что же Напридумывала команда Из Греции Потому что Один визаж Выглядит Не так симпатично Как Строу Рейнджер И ее прекрасной аурой Ну и есть еще Аура от Финджи Фолл Спирит Посмотрим По сути БСБС Хотят напикать Пять рейнджевиков Не стоит Думать что это не так Все же Если визаж Если венга И пак Тут Пойдет дальше Рейндж Но пока мы не видим Каких-то опасных кэрри У Блудшел Беспилд Как вариант Какая-то Медуза И все же Стараться выйти В лейт гейм Лодерн Корспирейси Дота 2 Появляется Сверн Скорее всего Сверн Саппортящий Хотя тут все может Поменяться Как вариант Можно оставить Вайпер вообще В соло Хард Поставить лайка На мид А Свена Взять Как мейнкэрри Команды ЛС С Огром И плюс кто-то еще Желательно конечно Рейнджовый саппорт И тогда Линия будет мощная Это Свен Это Огр Это уже 2 стана А если взять Какого-то саппорта С рейнджом И со станом Например Леон То будет вообще Веселуха Но вот Безбез Выбирает все же Своим фармящим Героем гирокоптера Усатый дедушка Будет летать И пытаться Убивать Команду ЛС Ну не знаю Вот честно У Ландон конспирации Дота 2 Пик выглядит Намного лучше Тут все понятно А вот Безбез Можно Характеризовать Пик одним словом Понапикали Потому что Как это все Будет использоваться Вместе Мне не ясно То есть Гирокоптера Нужен фарм Нужны слоты Там одной Аквилой БКБ Не ограничишься Желательно Это Аквила Фейсбутс БКБ И желательно Что-то на дэмэдж Будь то Это МКБ Либо что-то еще Но хотя бы Демонейдж Ну и стаки Стаки постоянно От саппортов Без них Тут делать нечего Быстрые баны прошли Банится От команды ЛС Темплар осасин От команды БСБС Скаймак Ну и на Ласт пике Забирается Энчантер Сноуд Принимается решение Оставить Свена По сути стоять Только с Огром Оно Сомнительно Ну сомнительно Просто потому что У команды БСБС-5 Рейнджевых героев Будет И как там стоять Стоять Этому Своену Фармить Как Огр Собирается Харасить Понятное дело Есть Игнайт Вэрбласт Но Мана-то не бесконечная Постоянно там Ты способности Примать не сможешь Ну ладно Посмотрим Добирается Команда БСБС Энчантерс Энчантерс Батрайдер ТЛС У нас собрали Энчантерс Ну и вот Батрайдер На ласт пике От команды Блудш Элбиспилд По сути Это герои Неплохие И Здесь может быть Экшен Но У команды Ландерн Конспирасио Дота 2 Просто все понятнее Спартан На Энчантерс Мадара Свен Кейсер Лайкан Действительно Соло мид Огармак У нас На Сканкс Забирает Ну и ставится Пауза Наш любимый Релакс на Вайпере Команда БСБС Айди Анамиджилл Спирит Як Свизаж Боливар Пак Негна На Гирокоптере И Фунишер На Батрайдере Ну что Ждем Не дождемся Начало игры Ну хотя бы Что паузу Отжали Уже было бы Хорошо Напомню Для тех Кто только К нам присоединился Это Про серия 11 сезон Как вы знаете Европейская лига Дивизион Команда БСБС Команда ЛС Команда Лондон Конспирайси Дот 2 Является Абсолютно Фаворитом Имеет 8 побед Уже в копилке Ни одного Поражения Но вот Команда БСБС Слаба Там все Попечальнее 3 победы 4 поражения Ребята Обязаны Выигрывать Чтобы хотя бы Сохранить Свои шансы На Следующий сон В про серии Иначе Можно вылететь И всеми Это печаль Беда Это Скорее всего Дизбант Команды Так что Нужно Постараться Ну а Лондон Каспирайси Дота 2 Просто будут Играть свою Доту И стараться Выиграть Как иначе Лайкан Побежал на мид На ботом Идет Суверн Огр Ну и Энчандра Кстати Есть вариант Что Энчандра Может быть Будет постоянно Гангать мид Заберет Кентавра Тролля И будут Постоянные Вылазки То есть Тут 2 варианта Спартан Может просто Фармить В лесу Взять там Не знаю Какие-то артефакты Урну Шедус ПТ Либо Действительно Помогать Своей команде Постоянно бегать Но при этом Скорее всего Останется она Без каких-то Слотов Которые Можно взять В лесу Поставили Ворды ЛС Такие Классические Ну и Здесь у нас Есть Батрайдер Батрайдер Пока здесь Один Думают Ребята Как поставить Героев Но Все же Решили Батрайдера Оставить Соло Ну а Минга С пизажем Отправится Видимо На топ Гирокоптер Ну и Негно Здесь стоит Просто Ждет руну Отопи Релакс Соло Как мы Подозревали Против Триплы Ну Сложно Та вайпера Все равно Не будет Потому что Да Есть Финга Со станом Есть Визаж Но это Один стан По сути Визажа Станов нет Есть конечно Замедление Но это Не стан Замедление Не стан Можете запомнить И записать Ну и Спартан Ведет ДД По сути Есть Энчант Замедление И можно Пойти на Мид Но от боливара Так гонгать Сложно А вот Того же Батрайдера Гонять Можно Да Там Есть Файрфлай Хотя бы Развести На Файрфлай Один Ну и Пусть Чувствует Себе Не так Спокойно На этом Лейне Я не думаю Что вообще Батрайдеру Будут шанс Заводить Фармить Это Сканкс Это Постоянный Игнайт Ну вот Что Делал Спартан Найдет Чужой Лес И там Фармит Гекс Пришел И удивляется Почему Здесь нет Энчантрас Почему нет Отходов Энчантрас Очень умно Поступает А ну Смотрите Тут как раз Такие Энчантрас Все равно Забанили Все Я думал Не забанили А забанили Как будто Прочитали Что Энчантрас Будет Чужом Лес Фармить Но интересно Слушайте Действительно Ну хорошо Ладно Огра Здесь просто Получает Опыт Хотя пока Ноль у него В копилочке Но вот Батрайдер Думает Что там Никого нет И в принципе Только Огру и увидел А к Мадаре Идти страшно Потому что Мадара Там со станом Варкрай Игнайт Спартан Выходит Фарфлай Дается Ну и Энчант Конечно есть Но фаребласта Нет и все Да Вот отсюда Фунишру Но очень больно Это фунишру У нас Кангс Не такой Думаешь получает Все же Фунишру Всего лишь Первый Поэтому Все хорошо Все в порядке Что у нас По вайперам Ноль крипов Ноль динаев Стоп Это взял Но тоже Стоится ему Несладко Но все же Вайпер Может найти свое Когда выйдет Все Мидгейм Там он Фармить слоты Может Как в принципе И Батрайдер Но это все же Вайпер Герой неприятный Вайпер Который Чую бьет Батрайдер Отцепанул И все Ну и снова Вылазка на ботами Там уже Вот раз Кентавр Есть И Стан Ну и очень Боится Фунишер Вылазить И правильно Делает Так Ну и вот Файрфлай Все Фунишер Улетел Но вот Файрфлай Еще 40 секунд Не будет Это плюс Можно кстати Даже попушить Мадара Здесь подошел Плотную к Тавру И клипочки Начинают Исчезать Да Постоянно На миду Все спокойно И тот И другой Фармит По криптоту Там разницы У них вообще нет И то мы подынаем Только немножко лайком Перегоняем Своего оппонента Ну вот так вот Райдер здесь Кентавр пытается съесть Кстати получается Нет не получается Он сейчас исчезнет Через 3 секунды Кентавр Деньги главное не отдавать Не отдавать опыт Кентавр Исчезает Не успел съесть Ай-яй-яй-яй Обидно Обидно Не получил опыт Не получил деньги Хотя там можно было взять Около 701 золота Было бы приятно Для Пунишера У которого 0 крипов 0 дынаев Деньги уйдут Только по времени Ну и Гекс Выходит снова На релакс А релакс Здесь стоит Два крипочка съел Ну сойдет И пошли телепорты Слушайте А можно это цеплять Ну вот вайпер Правда 2 уровня Очень беда Так Спартан Также прилетел Ай-дея В сеточку кинули Ай-дея проблемы Там ракета С кангса прилетела Ай-дея пытается уйти Ай-дея не уходит Там просто яд съедает Медгу Ферсблат Почти отдалась Этим вот Кентаврам Но чуть-чуть не хватило Все же яд оказался сильнее Фунишер Все почувствовал Королем Начал летать Показывать Здесь хозяин Но в итоге Забрал одного крипа Всего лишь Свен Немного потерял Свен Боттл купил Руну Найти не сумел Там Украл Боливар Баунтирун Ну и везет Наверное себе уже ботинок Все-таки Да Ботинок едет За ботинком Все-таки будет попроще стоять Так Негна Славили в сеточку Стан полетел Негну Есть фаербласт Есть также Игнатик Просто два саппорта Просто два саппорта Грызут Майнкари Команда БСБС И Негна Там умрет 70 хп остается Еще раз Скинтауэр тыкает Ну и скангс до конца идет Фласка ображивается Негна Пытается воевать Но там еще Вайпер получает фраг Слушайте Вайпер это два фрага Да Энчандрос умирает Хорошо Но Энчандрос специально Протанковала Чтобы Вайпер получил фраг И в итоге Убит с силами света Там деньги по сути Никому особо не достались Да Энчандрос много не потеряла Деньги А опыт вообще Пролетел мимо Ну вот он Негна 0.1 по крипстату Отстает от Свена На 10 крипов Свен уже с третьим станом Варкрай на втором уровне Пока Бесклива играет Ну понятное дело Пушит Вейн Не хочется Маларе Хотя наверное уже и можно Тауэр-то там Очень сильно просел Ну Наверное стан и Варкрай Все же поважнее будет Сканекс Надо быть поосторожнее Волки очень больно Грызут Айди Игнат полетел Кисар здесь на шип-шифте Ну и минус Айди Должен быть Да, минус Айди Так же можно Боливар ловить Но Боливар там уже Третья Арба Здесь, кстати, Дрим Коил Соло Самшинг Сканкса Там уже не хватает Гекс проблемы Минус Гекс Сканекс живет Арба улетает Отсюда Боливар Не знал куда бежать Просто Кисар За ним или там Развод на эту Арбу Удаги в любом случае Минус Визаж Минус Финга Два Саппорта убили Ну и по золоту Снова ЛСИ там получает Копейки-копейки Но все эти копейки В сумме суммируют Неплохую сумму Там, я думаю, преимущество Будет в районе Двух тысяч Да, Д-пятьсот По золоту И около полторы тысячи По опыту Спартан при этом Второго уровня Спартан Два ассиста Одна смерть Так, Мадара до конца Не хватило дэмэджа Ну и цеплят Здесь Боливара Снова сетка Еще и Птица пришла Все по это дело Протанковала Минус Пак Пак убивать не так уж просто Но, как мы видим, убили И 1-5 Полная доминация на карте От команды ЛСИ Ребята чувствуют Что можно захватать всю карту Есть у них спейс неплохой За счет, как раз Катаинчантрас Но вот он Последний пик Энчантрас Оправдывает себя на 100% Энчантрас делает Огромную работу Это и Спартан С своими троллями Кентаврами Еще и Птица Так, релакс Грефчилл пошел Там Янгариот Также будет стан Скорее всего Но релакс До конца Воюю Здесь релакс Очень толстый Из Холансей Холансейм прожимается Релакс уже фуловый Ну вот и все Ракета летит С Лос-Амши Релакс Ё-й-й-й-й-й-й Ракета, наверное, добьет Да, релакс Надо закупиться Надо что-то купить Релакс Может какую-то Аквилу Релакс 30 хп Остается Ракета убьет Ракета убьет Да Минус Тут у нас на Медус Новый выход Боливара Поехала сетка От роля Арба дается Немножко улетает Боливар Игнает полетел на прощание Но там есть Боттл Поэтому отхиливается И еще появится, конечно же Фейсшипт Все прекрасно Фунишер Фунишер, наверное, уже А, ну был бы ультимейт Ну вот Мадара пожалел ультимейт Прожал бы Убивал бы 100% Не прожал Скангс Охраняет Мид На случай внезапного там нападения На Кисера Ну и Кисер Собирает себе Тавр Спокойно Руки Владения Ну и получает максимальное количество денег За него Мадара тем временем На ботами Ну и тоже будет пушить Тавр То есть Тавра можно забрать буквально за полтора минуты Наута Команда БСБС Тавр на топе Не допушила Там 400 хп Пошли телепорты Летит Визаж Надо еще кому-то лететь Визаж здесь один Не воин Там еще и Скангс рядом В любом случае Ну и Мадара Глиф имеется Команда БСБС Глиф прожимается Но Просто Гекс прилетел Посмотрите А вот пошли телепорты Летит у нас еще Батрайдер Мадара Добирает Тавр Варкрай Наверное Надо бежать Бежать Ну и стики Кстати Да стики прожимаются Летела ракета Может быть на развороте Там в принципе хватает на проказ Хватает на стан Хватает на ультимейт Мадара Может быть подумай Пошел кулдаун Нет просто заберет на Скангс Кулдаун никуда Так стан Гекс Проблема у Гекса Минус гекс Мадара до конца здесь стоит Воюет Ну и просто минус визаж Слушайте Прицел визаж Отдали тавер Еще и потеряли саппорта Но это какой-то трэш был На топе уже Вайпер плюс Партан Ну и тавер Отъезжает Три тавера Буквально за три минуты Потеряла команда БСБС Действительно неплохо Много денег получили На гирокоптер пустой Есть аквила Будут фармить барабанщики Но это все крайне печально Артефакты Такие что не позавидуешь У Свена у нас Блинкдайгер ПТ Стики Но вот это Свена Будет врываться и убивать Своими саппортами тем более Но даже соло Посредством ультимейта Плюс стана Там дэмэдж Слетает феноменальный Релакс Ченмейл Аквила выключена ПТ Две веточки Выход Никазан Ну и вот он Кисар Действует один Дримкойл У Боливара есть Шейпшифт на развороте Побежали с Канск Пришел получил стан Вот он Прилетел Мадара Просто стан в троих Без ультимейта Делается минус два Боливар Пытается уйти Есть только фейшифт Боливар Очень больно Боливар Ой-ой-ой Там и Чант еще Ну и Боливар Пытается улететь Не улетает Триплкил от Хейсера Это было все с Флэддимирс Ну и наверное Самое время пойти на Рошана Либо пойти на второй Тауэр Два варианта При этом Фунишер Без Блинкдайгера Тысяча золота Семнадцать хрипов имеет Ну и только Лассо появилось На десятой минуте Мадара просто прилетает Давид Стан И минус Фунишер Фунишер Свидание Да Конечно Фунишер там Не очень круто себя на луи не проявил Ну Тут не будем его как бы Как-то критиковать Сложно было стоять И просто не сумел Придумать что-то Интересное Лес был занят свой Инчантрас его захватило До сих пор им владеет Ну и Инчантрас теперь ПТ Смаки 1-1-3 Кда Ну и скоро появятся еще Те самые импетусы И будут Спарта наваливать Что ой-ой-ой Ну и выход на Рошана Заветный Аегис Нужен и Кисару В принципе можно и Смену дать его Ну хотя Смен Там без ультимейт уже не такой сильный Хотя на данной стадии игры За счет Стамстана Который дает много дэмоджа Он просто давать стан И уже Того же визажа Ту же венгу На пол хп Расчехлять Ну все же Мадара взял Супи Аегис Нет Не-не-не Кисар взял Кисар Что-то мне показалось Что Мадара Кисар с Аегисом Кирсер уже фармит себе Не Крым Боливара видят Боливар Боливар Павил Фаербласт Ой-ой-ой Ну Боливар отсюда все равно У него летит Да Полетел он Вроде арпу Пожалуй Фейшифт Боливар До конца идут Вот он и Петус Мимо Колдаун по двоим Просто фарбласт До свидания Ну и пуши дальше Конечно пак без байбеков Пока нету денег Почему и нет Одиннадцатая минута Два одиннадцать По графикам Там около Двенадцати тысяч Преимущества Ну и по опыту Восемь тысяч Сейчас слушайте Я думаю мне кажется Мы увидим через минут Пять-десять гг Если ничего не изменится Хотя понятно что Команда БСБС Имеет шанс Если как-то сейчас Делать минус пять Еще плюс минус Аегис Тогда там по графикам Все прыгнет Искакнет моментально Но что-то мне не кажется Что БСБС могут Хотя надеемся Конечно на камбэк Камбэк это круто Но вот уже падает Четвертый тавр Команда БСБС Сами же Греки не забрали Ни одного тавра При этом умели визажа Но вот этот пик визажа Который вообще ни о чем здесь 0-3-1 Собирает себе Видимо медальон Но все печально И просто заход на Т-3 вышку Так вот быстро Не думая Через хаул Еще и волки есть Вот у нее пошли волки Есть и форма У Лайкона Ну и скангс до конца Так идете Черепица Мадара Стан Боливара Боливара все же выживает Спартан и Метас Начинают наваливать Пошел Ты тут сама Отхил Спартан живет Спартан очень сильно отхил Но все же Спартана добивает Так Фунишер Даже лассо дать не может Минус фунишер Стан Пошел Герокоптер Герокоптер ничего сделать не может Солосамшен Мадара У Мадара Ничего не почувствовал Там спинку ему почесали Ну и минус 2 Неужели будут минус бараки На 13 минуте Но это что-то с чем-то 13 минуты минус бараки Мадара прыгнул Получил Санус Там все равно Очень большой демэдж Есть стану Мадары Но блин На кулдауне Надо просто бить бараки Да Мадара Очень больно Торпы просел Надо отходить Да Забрали Милишный барак Ренджоу уже ничего не стоит Ну и убегать Это без ним кровь все было Это было просто за счет Волков За счет собственной силы Ну и вот Вогар По сути я думаю По Нетворцу Будет перегонять Того же Нет не перегоняет конечно Герокоптера Но мы видим Как все печально Лайкан 7800 Свен 6800 На герокоптер 4300 Всего Батрайдер 2500 Батрайдер вообще тут На дне На самом-самом днище Скажем так Фунишер 1600 Транквилы И все Да Артефакты такие Что не позавидуешь Делают тут отводы Пытаются поскорее взять Блинкдайгер Вот Как раз таки Фунишер Большая задача Выцепить там Лайкана Выцепить Свена И убивать этих героев Получать за них много денег Ну Так Сканкс с Мадарой На миду Ойойой Свена Ботли Дабл дэмэдж Огрклаб купил Будет выходить в Блокенбар Понятно зачем Понятно почему Ну а дальше уже После БКБ Либо будет ГГ Либо Если что-то не пойдет не так То надо собирать какие-то Криты Ну и с критами уже воевать Своё удовольствие Мадара Прыгает Стан пока не дает Вот пошел стан Просто анимация не прошла Ультимейт не прожимает Мадара Грейвчилл Стан Мадара все же не успевает Добить саппортов Ну приходит Кисар Минус 2 Дается Дримкоил Кисар там С Аегисом Поэтому не хочет Прожимать форму Кисар мега Живет все же Кисар до конца Ну вот наконец Выбили Аегис Все же крепочки доели Ну и теперь форму надо давать А Мы просто побежали на Тир-3 Когда стояла Вторая вышка на миду Вот в чем проблема Я думаю почему Не получилось там А вот почему Полезли непонятно куда В любом случае Минус Тир-2 Остается Еще Тир-2 на топе Ну и все На этом Просто Мадара бьет У него ДД У него ультимейт Там дэмэдж какой-то невероятный Тавр падает Как будто Сорокова минута игры Крайне быстро Плюс не крик Колдаун пошел Солосамшен Вообще не пробивает Кисара Боливар Ой-ой-ой Как же больно Там ампетасы идут Стан Спартана Лососирует Мадара Надо бить Мадаре Мадара разворачивается Ну и Спартана Все уже умирает Правда релакс Пришел Релакс Меха дал Там не хватило Все равно Здоровья Дабы выжить Ничего Ничего Делал байбэк Батрайдер Также делал байбэк Но это В любом случае Минус вторая сторона Это все 15 минута Ну и Флеймбреки Эти защитные Пытаются как-то Соперников оттолкнуть Но Безуспешно Ну и в итоге Упала Две стороны Полностью Боливар Проблемы Боливар Фейшифт Боливар Уходит отсюда Ну и Собственно это все Бадара Сейчас пойдет Просто на топ Здесь запушит Всех крипочков Ну и на третью сторону Сделать мега крипов И Писать уже Ребятам СБСБ СГГВП Тут Все крайне печально Да Якс решил не мучиться КГВП Крайне Удивительная игра От команды ЛС Все быстро Четко Без замедления Сделали Все как надо И Создали соперников Уже на 16 минуте сдаться Такие вот матчи От команды ЛС Не впервые я вижу Когда соперники Просто не знают Что делать Крайне быстрые игры Максимальное количество Агрессии Спланированные пики Но вот этот пик Кончатрас От самого Спартана Оказался наверное Самый удачный Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok